Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада мной приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю свою новую рубрику. Если же она вам понравится, то вы можете написать об этом в нижнем комментариях, и я продолжу ее снимать дальше. Сегодня я пригласила преподавателей из онлайн-школы Ипульс для того, чтобы они подготовили для гостей определенные задания. И сегодня мы узнаем, кто все-таки у нас самый умный, а кто не особо разбирается в предметах, в биологии, в математике и в русском языке. Я, соответственно, тоже буду в качестве ведущей, тоже буду выполнять какие-то определенные задания, и если же вам какие-то задания понравятся, то пишите об этом ниже в комментариях. Сюнет – преподаватель по биологии, Диана – преподаватель по русскому языку, и Арслан – математика. Ну что, я хочу вас пригласить уже к самим ученикам, которые будут у вас в этом видео как ученики, и правда, посмотрим, кто как хорошо и насколько хорошо знает ваш предмет. Поэтому мы можем начинать. Ребятки, теперь точно поехали. Дорогие мои, ну что, добро пожаловать в класс. Арина, Ребина, Слава и Марк. Я не знаю, что я буду специально Марк и Марк, с ней не здорово. Лучше, чем Макар. Ну и, внимание, это наш учитель сегодня по биологии и школе. Не будет все. Всем привет, ребятам. Расскажите вообще, как у вас было в школе с биологией? Плохо? У меня была просто такая вот, когда у вас были в школе с биологией, и у вас были отмечены отношения. Но, кстати, я училась, и у меня были в школе с биологией, но они не дадут. Опа! Это что это? Это не я, это Марк. Это Марк. Я надеюсь, тут записка о чем-то приятном. Она в телефон. Я думала, это взятка. Это не взятка. Это биология, а? В биологии было все обратительно. На эрфинской биологии меня было. У меня все классно было. У меня биологическая была подруга нашей Голосухи. И у меня девятка была. Кстати, у меня вообще-то биология. У меня взятка была у меня, что я ела уроком. И это досталось мне соседу, потому что сейчас я очень люблю, и даже у меня други. О-о-о! Так, пересаживай, как и всякая твоя сестра. Маленький молодец. Среди вас будет знать, что вы отрезали к своей руке. Для соседа убиваете? Да. Супер. Супер. Ну, на самом деле, вы не переживайте, вопросы элементарнейшие, ребят. Но если вы и на них не знаете ответа, то все плохо. Ну, давайте начнем, да? Нам тоже? Нет. Это минус все школьные годы. То есть ты не захотела нас задобрить как-то, да? Ну, понятно. Окей. Ну что, первый вопрос, ребят. Вопрос интересный, но не самый простой. Вопрос такой. Для чего верблюду нужен горб? Нет. В смысле, горб, верблюда. А что это, физика? Теория, происхождение? Нет. Я на них так приотсовываю писать, да, зачем верблюду? Ну, зачем, да, для чего? Только вы пишете каждый сам, потом мы... Подтверяемся, кто что написал, и обсуждаем, смеемся, плачем, не знаю, в зависимости от ситуации. Все, написали все? Давайте по очереди. Да, я начну хорошо. Давай. Я помню этот факт. Ага. Так как верблюда запитаются в пустыне, им нужна вода, и они накапливаются в лапу, в лапу, в лапу, в лапу, в лапу. Я написал, что хранить в лапу, я тоже нашли, они там накапливаются в лапу, даже... Ну, смотрите, давайте логично, если бы вот в этом горбу была вода, если бы мы садимся на этот горб, что бы из этого горба бы осталось? Он бы просто бы в лужу превратился, да? Он бы не выдержал тяжесть, правильно? А мы садимся на этот горб. То есть там явно не вода. А что? Супер. Это жир, из которого потом верблюд получает воду. Да, да. Если я не дам жир, то, конечно, не дам жир. Карин, кому мы даем бал? Я думаю, что первая дейти у Арины, ей один балл, и мы, соответственно, Регина, потому что она... Регина, да, думала. Я тоже написал, я жир написал. Терпи 0. Ты написал, что они тут всем? Нет, нет. Нет, не ты, я просто балл. Неправда. Всем балл, кроме славы. Только на это и как-то относится. Вот так же в школе, как мне относились. А, кстати, вот так вот. Нет, правда. Хорошо, следующий вопрос. Что из себя представляет икра рыбы, и для чего она нужна? Ну, вот вы все кушаете икру. Вы задумались вообще, что это такое? Да, да, да. Ну, сейчас расскажете мне. Ну, это я очень много раз. Да, или нет? Нет, или нет? Ну, яйцо вы имеете в виду, как куриное яйцо, или что? Ну, вообще, это яйцо, это же как типа нахара. Маленькая ляпка, вот так вот, если выливает. Да, яйцо выливает? Да. Рапируется. Ну, сейчас увидим, с вами. Ну, они же умножают. Я знаю, я знаю, я знаю. Короче, это кружки, которые выкакивают. Да. Ну, типа, потом отец проходит, и с вами с городом уже доверяет, и все сеет. То есть это что? Как эта клетка? Яйцо выливает. Супер. Окей. А у остальных какие были ответы? Ну, типа... Ну, это яйцеклетка, которую нужно оплодотворить. То есть, а что она делает? Рыба... Прям, естественно, не оплодотворенная. Да, вы едите просто яйцеклетки рыбы по факту. Она их выкладывает в воду, ну, то есть, да, на камешек, допустим, какой-то там в воде. Подходит самец рыба, оплодотворяет, и уже из этих икринок потом вылупляются рыбки. А я думаю, икрин и там еще это было. Нет, нужно их оплодотворить. Мы едим по факту не оплодотворенные яйцеклетки рыбы. Следующий вопрос. Почему, когда нам холодно, мы начинаем дрожать? Потому что нам холодно. Ну, почему ты не начинаешь там, не знаю, чихать? Почему ты там не начинаешь плакать? Ты начинаешь именно дрожать. То есть, именно есть приспособительный механизм. Я знаю, я знаю. Хорошо, Слава. Можно ответить? Нет, подожди, дай девочкам подумать. Вот так же в школе. Может, девушники начинают вырабатывать это? При холоде. Нет, это при страхе. То есть, при страхе, да, вырабатывается адреналин. Сокращение мышц. Можно ждать? Ну, напишите каждый, как думает. Можно я? Я хочу. Давайте, Слава был первый, дадим ему вы. Это защитная реакция организма на стресс от холода. Каким образом ты дрожишь, он согревается? Каким образом согревается? Ну, вот я вот сейчас дрожу. А не было пояснение? А надо объяснить, что почему он согревается? Почему? Нет. Почему? Потому что он согревается. Скажи свой вариант. Вы не говорите ключевую фразу. Мне кажется, это нервные отношения. Нет, вы правильно говорите про то, что сокращаются мышцы. А для чего они сокращаются? Додумайте. Что? Что? Нагревает что? Энергия. При сокращении мышц вырабатывается АТФ. АТФ – это энергия, да? И мы согреваемся. То есть, в принципе, вы были, наверное, да, Карина Пасмин справа? Да, я думаю, по баллу можем, да. То есть, сокращаются мышцы и… Арина, а ты что ответила? Я ответила по сокращению мышц. Да, мышцы сокращаются, это понятно. А для чего мы… Почему мышцы там не что-то другое сокращаются? Потому что энергия вырабатывается, да? Окей. Следующий вопрос тестовый. Вам нужно будет написать правильную букву. Значит, вопрос такой. Как называется самая крупная в мире змея? А. Гадюка. Б. Анаконда. В. Питон. И. Г. Черная мамба. Арина, давай. Мы вариант В. Анаконда. В. В. Вы повторяете за Ариной? Нет. А, В, да? В. Все ответили правильно. Я вас поздравляю! В. Красава. Молодец. Вы получите. Я даже не думала между В и Г, но я бы спустила. Ну, да. Мне кажется, это даже в каких-то детских энциклопедиях пишут, что самая крупная змея. Я начала на географию смотрела и заполнила. Ну вот. Анаконда там явно не допускала. Акак. А. Окей, следующий вопрос. Это вопрос по анатомии. На него можно логически догадаться, если вы не знаете. Включите логику. Как у вас с логикой? А. А это типа многочленные? Это математика, а? Это математика. А. где на нашем теле находится самая тонкая кожа а на мочке ухо б на веках в на губах г в подмышках давай корень тебя начнем веки арина ты б вы все так ответить покажите да правильно веки значит следующий вопрос какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда знаете ну вообще у меня варианты хотите давать этот вариант давайте а кукушка б аист в ворона г журавль сейчас посмотрим насколько и дикатка арин давай кукушка вы все знали об этом угадала тогда всем даем балда карин кукушка ну вот у нее материнский инстинкт вообще не раз вот она свои яйца подбрасывать чужие гнезда и вот эти кукушенышей потом растут у других птиц да она не она у нее нет вот этого я ж мать хорошо следующий вопрос для чего нам нужен кислород это открытый вопрос вы должны на него сами ответить не для того чтобы дышать нет вы не дышите вы дышите кислородом для чего почему нам так важен кислород а не знаю там допустим не хлор да именно почему нам так важен кислород для чего нам нужен кислород функция функция да функция да сейчас там на самом деле одно предложение супер это общая фраза я могу считать это как говорится что о кислородном очень важен конкретная функция у есть то есть ты говоришь общую фразу это это из фразы типа о биология такой важный предмет это из-за этого серии нет это тоже самая общая фраза что делать для чего зачем клеткам кислород смотрите рассказываю вы питаетесь да вы поедаете питательные вещества для чего вы их кушаете нет не потому что для того чтобы вы из этой пищи получили себе энергию до того чтобы жить как вы получаете энергию вы окисляете эти питательные вещества кислородом и получаете из них энергию без кислорода мы бы не смогли питательные вещества окислять и получать энергию нет кто-то минуточку кто тебе сказал что не человек может месяц без еды прожить нет но они там воду пьют там все хоть чем-то там питаются растительной пищи там или чем-то я понимаю почему потому что у нас есть запасы питательных веществ и не потребляешь но у тебя есть запасы ты используешь свои запасы как только у тебя расходуются свои запасы ты погибаешь понимаешь что если все равно что-то используешь для того чтобы из пищи получать энергию нам нужен кислород это все происходит митохондрия хорошо последний вопрос существуют ли полезные бактерии если да то для чего и где они находятся нет болезнетворные в основном бактерии которые вызывают нет микробы делятся на вирусы бактерии и одноклеточные простейшие микробы это в целом мелкие организмы к ним относятся и бактерии и вирусы и одноклеточные простейшие арен давайте может быть вопрос подборка давай они существуют прекрасно и они помогают при переваривании пищи и я забыла как они называются по-моему начинается на лакта какие-то окей услышала хорошо давай слав твой звездный час настал давай 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 про один свою аудиторию и меня своими знаниями ну это ты так решила Марк я сейчас как право миссию исполнялся существует я не spiritually поймала что-то да бактерии существуют они находятся я думаю что они во всем других событий мы закрывали а у самого книги какой-то аппетит Это ты про иммунитет, они как раз таки болезнетворный иммунитет, наоборот убивают вот эти вредные бактерии. Прикиньте, если вы все неправильно ответили, а Марк только правильно. Правильно? Нет. На самом деле, да, они существуют, смотрите, они находятся по всему желудочно-кишечному тракту, но в основном они находятся в кишечнике, ребята, а не в желудке. Ты сказал желудок. Они находятся в кишечнике, и для чего они нам нужны, у них много разных функций, но одна из функций, они помогают нам расщеплять клетчатку, то есть клетчатка у нас содержится в растениях, но в принципе вы были правы, они, то есть, ну, плюс-минус, просто не в желудке, они находятся в основном в кишечнике, где происходит очень маленькое количество. в кишечнике гораздо. Конечно. Так, Славе сразу минус балл. Не то, что вообще балл, сразу минус. Славе сразу минус. Славе сразу минус. Слава. Вот, наверное, никому не зачтем, да, Карина, или зачтем? только только первый пункт то что да правильно потому что вы угадали марк вообще не угадала но я бы арине тогда дадала 2 балла давай арине дадим 2 балла потому что она знает слова лактобактерии мне очень нравится ее макияж поэтому карин давай подведем итоги кто по итогу биологии у нас самый умный на самом деле ты много чего знаешь только только то что ты не знаешь что желудок и кишечник это разные вещи это боль печали перемена закончилась сейчас я хочу пригласить учительницу диана по русскому языку привет ребята хочу сказать что у нас первый учитель по биологии она была такая на лайте добренькая такие вопросики тоже легкие этот учитель будет чуть построже и третий но все равно вопрос будет чуть посложнее и уже учитель по математике он будет прям вообще такой что это короче первый легкий второчек посложнее и третий самый сложный вы можете начинать привет ребята а еще раз я диана на всякий случай арена регина слава марк все запомнила давайте начнем первый вопрос достаточно легкий будет а что означает фраза от корки до корки не знаю насколько это литература входит в юг по-русскому да ждем всех да 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 идеально да в принципе по балла хорошо так теперь перейдем к любимому вопросу всех школьников это ударение так в каком слове есть ошибка в постановке ударения внимание слова читаю именно с тем ударением которые есть заданий одно из них будет неправильно иксы банты кухонный марк на что да именно банты то есть три слова всегда идут в школьной программе друг за другом банты шарфы торты банку шарфы торты они всегда идут друг за другом надо запомнить да серьезно нормально иксы 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 обязательно да уходный да это большая проблема дальше мы идем на правильное образование форм слов я читаю три варианта ответов какого-то слова в одном из слова сочетание будет неверно это всего вы меняете его на правильно не просто говорите что вот здесь неправильно а еще и меняете на правильное и так первое словосочетание пары джинсов правильно это или неправильно далее обоих братьев и третье с шестью стами страницами все ответили ну давайте так далее третий вариант это с шестью стами страниц джинсов у нас обоев обоих которые на стене так давайте дальше интересный вопрос что такое морфемный разбор морфем я не знаю наверное может быть да может быть и нет что такое морфемный разбор морфем это фонетический это просто вопросы сложные да да конечно так а все написали так так еще варианты да это фонетический у тебя один фонетический остался да фонетический это когда каждый звук морфологический это когда мы разбираем слово как часть речи то есть это глагол мы постоянные непостоянные признаки какое в предложении а морфемный это по составу так что всем балл дальше идем к русскому разбору раз уж мы его затронули итак вопрос сколько звуков слове янтарный есть варианты ответов но я думаю они вам не особо помогут семь восемь девять давай марка да да так дальше идем к интересным вопросом на сопоставление то есть у меня есть три слова и всего два варианта вам нужно отнести одно слово к одному варианту и так далее то есть у меня три слова в этих словах пишется либо мягкий либо твердый знак то есть первое это твердый знак да а второй вариант это мягкий знак теперь я буду диктовать слова них всего три а вы записывайте в столбике какой первый столбик это твердый знак второй столбик это мягкий знак пред юбилейный под ячей под ячей это человек так и третье адъютант конечно у кого какие варианты вот вот это самая большая проблема потому что слышится адъютант потому что это иностранное слово слышится адъютант с мягким а пишется с твердым да нет не знаю да она слишком много хорошо хорошо я внесу свои уроки да да конечно ребят давайте дальше 15 слов если вы хоть в одном ошиблись все да серьезно реально ну давайте дальше какой же русский язык без запятых так читаю предложение хотите записывайте хотите просто где-нибудь пометь что там запятая да можно не всякое гусиное перо годилась для письма из десяти выбиралась 1 2 да 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 все диапазоны пишутся через дефис на сейчас ригина еще не решила все все закончили да 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 ты просто так не обрадовался видимо пунктуация совсем сложных Три части речи, три слова. Сопоставьте. У нас будут существительные, прилагательные и глагол. Самый простый. Так, первое слово «бег». Все, да? Я все. Стопаем. Так, дальше. Регина, идем дальше. А куда там дальше? Дальше некуда, да? Да, давайте дальше. Дальше гулять. Так, и дальше папин. Хорошо. Карина, ты мой язык. Существительная это бег, прилагательная папин, а глагол гуляет. Кто ответил верно, все? Да. Давайте посмотрим, кто ответил верно. Вопросы второго класса. Ну все, у меня на этом все. Урок закончен. Спасибо вам за урок. Ура! Кто самый умный? Я могу, я могу. Все потому что я татарка. Все понятно? Да, и скажи, что это еще не в России. Все, поздравляю, ребят, перемена. Ура! Пишем! Ну и сейчас не всем любимый предмет. Это математика. Я лично его практически совсем не знаю. Но в УГЭК я отдала ее на тему 3. Признание сразу. Это значит, что все-таки какие-то задания у меня есть. Это плане, собственно, насколько ребята знают математику. Всем привет! Привет, ребят! Привет! Давайте начнем с математики. Вернее, закончим ей. Вот есть такая цитата, может быть, знаете, что математика это искусство называть одни и те же вещи разными именами. Вот родители вам дали уже имя, а сегодня тест дам для нас вам еще одну. Слушай, я задумал число. Поняли, да? Какое число задумал? Нет еще? Да. О, молодец, Марк. Нет, не просто х назвать. Я потом, что с ним сделал? Умножил его на 2, прибавил 3, умножил на 2, прибавил 3 и получил 17. Тихо, не озвучивай, это уже само решение идет. Может быть, кто-то не знает, что такое х. Да, в этом суть вопроса. Тихо, и получил 17, нужно получить число. Самый простой вопрос, чтобы все получили по одному баллу. Начинаем с Марка. Давайте посмотрим, я тут, что ответ не знаю. Умножил на 2, прибавил 3, получил 17. 7. А у кого 6? Неправильно. Один раз на 2 нужно было помножать. Нет, я не говорил такого. Короче, всем по очку записываю, кроме Славы. Хорошо. Слушаем. 3 землекопа, было 3 землекопа, тут, знаете, полтора землекопа, тут их целое количество. Выкопали за 2 часа 3 ямы. И спрашивается, сколько целых ям 6 землекопов выруют за 5 часов. Давайте. Через 5 секунд заканчиваем. Раз, два, три, четыре, пять. Слава, давай. Правильно. Марк. Что я тебе ответил? Арина. Да? А у тебя написано? У меня написано 5. Нет. Теперь написано. Или что это? Да. 1 Н написано. Ну ладно, похоже на 5. Не, хорошо, я верю. Значит, у Славы и у Арины, да, по 1 баллу. Следующие задачки будут не на вычисления, ну, а больше на такие, рассуждения. И следующая задачка, ну, наполовину устная. Я в ней озвучу 4 варианта, и нужно вам сказать, правда это или неправда. Ну, сначала прочитаю условия, потом озвучу 4 варианта, ну, просто чтобы вы понимали, что будет происходить. Вот есть русская поговорка. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Слышали? Да, я вот тоже не слышал. Арина, ты тоже... Я не слышала. Арина слышала? Регина не слышала, да? Ну, татаря, потому что, откуда нам знать русские поговорки. Да. Вот, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот нужно из 4 утверждений выбрать правильные, которые из этого утверждения следуют. Первое. Слушаем внимательно. Если грянул гром, то мужик перекрестился. Верно это или не верно? Нужно записать. Вот, следующее. Если мужик не крестился, то грома не было. Это на логику. То есть, логика это часть математики, а здесь нужно сказать, верно или не верно, будет утверждение, если дано какое-то изначальное. Если не было грома, то мужик не крестился. Следующее давайте. Если мужик перекрестился, то был гром. Он, Слава, мне кажется, у него умные такие глаза, он на меня так глядит постоянно. У него все верно. Давайте тогда разбирать. Да, разбираем. Слава, давай ты будешь разбирать. Ты будешь объяснять. А, просто чтобы ты это. Хорошо? Поговорка. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Первое утверждение. Если грянул гром, то мужик перекрестился. Следующее утверждение. Если мужик не крестился, то грома не было. Третье. Если не было грома, то мужик не крестился. И четвертое. Если мужик перекрестился, то был гром. Давайте разберемся с первым утверждением, почему оно неверно. Поговорка говорит, что если нет грома, то мужик не крестится. А если есть гром, кто говорит, что он будет креститься? Поговорка же говорит, что если нет грома, то он не крестится. Больше никакой информации поговорка не говорит. Если нет грома, то мужик не крестится. А если есть гром, что он делает? Неизвестно, что он делает. Да! У нас в теории вероятность? Поэтому первое утверждение не следует из поговорки, оно не следует из поговорки. Окей. Поэтому оно не следует. Понятно, да? Слава. Да, я понял. Понял, точно понял? Посмотри мне в глаза. Посмотри мне в глаза пять секунд подряд. Завтра учите пять. Понял? Понял, отлично. Никому бал, да? Нет, нет, нет. Ригина угадала. Так что там такая синония угадала? Ты не угадала? Да, давай. Так в смысле она не больно и угадала? Следующее утверждение. Если мужик не крестился, то грома не было. Если мужик не крестился, то грома не было. Слава, это верно или неверно? Я не знаю, мне все верно. Верно. Я не верно. Арина, объясни. Ну, если грома не было, мужик не крестился. Пока не грянет гром, мужик не перекрестил. Да. А у нас утверждение. Если мужик не крестился, следует ли из этого, что грома не было? Мог ли он не креститься, даже если был гром? Так ответ какой? Неверный? Не следует из поговорки, потому что мог быть гром, а мужик мог не креститься. Регина опять угадала. Я второе тоже угадал. Марк молодец. Все остальное да. Все Марк тоже да. На всяких тестах, если вы не знаете ответ, можно угадать. Все, я так и сдавал. Следующее утверждение. Если не было грома, то мужик не крестился. Арина, следует или не следует из поговорки? Я написала, что нет. Я написала, что да. Регина, почему она следует? Уже, я уже говорю. Хорошо, Марк. Тут уже технологично. Нету грома, не крестится. Условие какое, что если на грани грома, то он покрестится. И то не факт. И то не факт, не обязать. Нет такого условия. Не факт. Не было грома, он не крестился. Правильно. Все, это напрямую следует из поговорки. В поговорке говорит, пока нет грома. Правильно. Следуй. Тогда у меня правильно. И последнее. Если мужик не перекрестился, то был гром. Если мужик не перекрестился, то был гром. Мог ли он перекреститься? Да. Застой правильно. Я сейчас уже заговорился. Если мужик перекрестился, то был гром. Нет, это неправда. У меня верно. Регина, почему верно? Не знаю, я просто так сказала. Слава, верно или нет? Нет, не верно. Марк только говорит верно, да? Сейчас. Марк говорит правильные вещи. Я вот думал, что у Славы умные глаза, на самом деле у Марка. Верно? Ну, потому что в поговорке сказано, что он не крестится, если нет грома. Из этого следует. Не обязательно. А он перекрестился. Просто, что кажется, подвох. А он перекрестился. Значит, был гром. Он не мог креститься, пока не было грома. Я выглядела. В смысле, в первом, мы в первом сказали, что вам не нужно. Первым было, что был гром. Мы изначально выяснили, что пока мужик не перекрестится, он... Вернее, пока не грянет грома, мужик не перекрестится. Но если грянет гром, не факт, что он перекрестится. А тут сказано, что он перекрестился. Был ли гром? Был. Правят, и четвертая. верно у арина один балл у регины сколько не последний последнюю ты поменяла у регины 2 получается или галочки где у тебя правильно и ты поставил у регины 4 4 угадала вероятность этого события 1 16 она угадала следующий будет чуть поменьше нужно будет внимать после того как я прочитаю один раз условия вот условия нужно условия нужно вникнуть в деревне есть курятник при на курами у каждой куры есть имя уголек рыжики беленькая записываем уголек беленькая и рыжик они отличаются ответственными цветами эти курицы одна белая одна темная и одна рыжая цвета соответствуют имена и у каждой курицы есть своя наседка место где она сидит в курятнике и там подписано их имя на каждой на сетке написано имя соответствующей курицы они обычно там сидят вот они гуляли во дворе гуляли гуляли и тут как раз нагрянул гром уже перекрестился и погнал всех кур с курятник они так мужика испугались что сели не на свои места причем сели так что ни одна курица на своем месте не оказалось вот нужно описать на каком месте оказалась какая курица если самая белая оказалась на месте самый темный и ни одна курица не сидит на своем месте какая курица на каком месте сидит нет здесь безо всяких вероятностей без подвоха пока что да слава не подглядывает и потом футбол идешь играть футбол потом идешь играть ответ марк с тебя начинаем на месте уголька кто сидит правильно как еще раз на месте все я согласен да каждая курица сидит да ты тоже правильно уголек ну всем по одному баллу карин записывать правильно плюсики всем ставим а вот следующие вопросы вот вы просили вопросы без подвохов следующие вопросы будут как раз подвохами здесь нужно написать ответ не стараться стараться не давать подглядывать другим потому что ответы на самом деле довольно простые всего будет пять вопросов и они прям реально дебильные можно сказать вопрос ну да пять вопросов нужно будет не не как мужиком из грома но нужно слушать внимательно шел кондрат ленинград а на встречу 12 ребят у каждого по три лукошка каждом лукошки кошка у каждой кошки 12 котят у каждого котенка в зубах по 4 мышонка и задумался кондрат сколько камыша то котят ребята несут ленинград не знаешь нет нет все давайте марк ответ твой до город слава давай с тебя начнем ринн но ответ нужно было до но ответ какой арина у тебя какой ответ давайте заново почитаю один раз регина скажет шел кондрат ленинград она встречу 12 ребят у каждого по три лукошка каждом лукошки кошка у каждой кошки 12 котят у каждого котенка в зубах по 4 мышонка и вопрос сколько мышат и котят ребята несут ленинград они идут навстречу кондрату который идет ленинград из москвы в петербург слушаем помчал на своей тесле преподаватель владислав на встречу в то же время одновременно с ним выехал из москвы наоборот из питера в москву студент рома из москвы в питер поехал на машине владислав из питера москву студент рома одновременно они выехали из городов на велосипеде на то есть скорость велосипеда меньше чем скорость машины пока не достроили вот эту вот дорогу из москвы в питер велосипедную да она меньше вопрос кто из них момент встречи вот они пересеклись на дороге кто из них момент встречи был ближе к москве сейчас вот думаем 20 секунд и говорим ответ давайте начинаем с арена марк у тебя тоже самое да было ты говорил то есть кто будет ближе к москве рома слава арене один балл засчитывая арен объясни марку и славе почему может быть он может быть допустим рома проехал там 20 километров да может быть они пересеклись с точки ответ они оба на одинаковом расстоянии от москвы потому что они вместе встретились и расстояние от этой точки до москвы для них обоих одинаково они встретились карин давай регине еще один вопрос зададим чтобы она могла отыграться все и мешали чистый регине один вопрос регина регина у тебя 30 секунд на рассуждение можешь вслух рассуждать не 30 20 нет это только ей вопрос в семье 5 братьев у каждого брата есть ровно одна сестра сколько всего детей в семье и у каждого ровно по одной сестре все на этом мы заканчиваем с вами карин подведи пожалуйста итоги все молодцы дайте 5 мы это закончили ура нас больше не получили молодец ну и я подготовила для ребят потому что они сегодня я так понимаю много вместе со мной правда но у меня были подсказки в телефоне так как я считаюсь ведущей сейчас я ребятам подарю подарки которые я купила правда в мини но у вас все равно будут какие воспоминания небольшие очень мило я падаю в спарте я падаю в спарте я падаю в спарте и и это Ну и напоследок я хочу еще раз вместе с преподавателями, прекраснейшими преподавателями из школы «Импульс» сказать вам огромное спасибо за просмотр. И я оставляю ссылочку на школу «Импульс» ниже в описании. Вы можете пройти бесплатный урок, ну и потом уже записаться на учебу, если хотите преподавать. Вот, все ссылочки будут в описании. Спасибо вам большое за просмотр. Мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok